История Иреванского ханства, расположенного ныне на территории современной Армении, является неотъемлемой частью богатой материально-культурной истории, создававшейся азербайджанским народом на протяжении тысячелетий. Иреванское ханство было одним из азербайджанских государств, возникших после заката империи Надершаха в середине 18 века. Иреванский квартал Тепебаши – чудом сохранившаяся часть культурного наследия нашего народа на исторической азербайджанской земле. Подробнее об этом квартале Баку-ТВ рассказал старший научный сотрудник Института права и прав человека политолог Резван Гусейнов. В течение многих веков Иреван, Иреванская крепость являлись одним из центров азербайджанских государственных образований, административных образований. И не просто центром, но культурным, политическим центром, где формировалась особая идентичность, особое культурное пространство, которое затем влияло на соседние народы, в том числе на этнографию, на культуру позже переселяемых сюда армянских общин. И если мы говорим об Иреване, то, конечно же, на сегодняшний день, к сожалению, из всего этого богатого архитектурно-исторического духовного наследия остался только один квартал Тапя-Баши. И этот квартал был одним из важных. Он находился на крутом берегу реки Заньги. И здесь сохранилось всего лишь несколько построек. Если раньше здесь территория квартала в советское время была около 20 гектаров, то сейчас на фоне хаотичной застройки и варварского разрушения Старого Иревана площадь Тапя-Баши сокращается. Здесь остались несколько построек, в том числе мечеть 19 века, Тапя-Баши, частные дома, в том числе дом Аббас-Кулы-Хана и других знатных людей Иревана, азербайджанцев. Но, несмотря на то, что Азербайджан неоднократно высказывал обеспокоенность судьбой Тапя-Баши, мы знаем, что представители азербайджанской интеллигенции, ученые обратились к руководству ЮНЕСКО с обеспокоенностью о судьбе квартала Тапя-Баши, который уничтожается. Однако, никакой реакции от ЮНЕСКО пока что не последовало. А значит, армянская сторона, к сожалению, будет продолжать уничтожать этот квартал. Это последнее напоминание о древнем Иреване, о его азербайджанском наследии. Последний знак того, что этот город, эта крепость построена предками азербайджанцев. Эта информация зафиксирована в различных источниках, в том числе в армянских. У такого автора средневекового, как Симеон Ереванцы, его произведение Джамбур, описывается Ереван, Азербайджан, его мусульманское население. Можно вспомнить Аракела Тебрисского, который тоже подробно описывает властителей иреванской страны, как он называет, наших ханов Амир-Гуней и других правителей. Можно вспомнить труды, в том числе католикосов эчмиадзинских, которые хранятся сейчас в Матнедаране, где очень подробно описывается мусульманская, тюркская Иревань. И то, как мусульманские, азербайджанские правители страны Азербайджан, как там описывается, передавали села и заселяли армян, дали им пристанище. К сожалению, судьба квартала Тепр-Баши является еще одной страницей, трагической страницей в истории разрушаемого азербайджанского наследия на территории Армении. К началу 20 века здесь, на территории тогда Ереванской губернии, было свыше 310 мечетей, сотни и тысячи различных зданий, построек, крепостей. И других элементов культуры, тюркского, мусульманского, азербайджанского наследия. Сейчас всего этого сосчитать можно только по пальцам. И очень важно привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме. Ведь те, кто увидят фотографии Тепр-Баши или старого Еревана, они сразу обнаружат, как он похож на старый Баку, на Ичари-Шахер, на другие постройки на территории Азербайджанной крепости. Потому что всех их объединяет одна культура, одна общность. Общность азербайджанского культурного и исторического наследия. И попытаться спасти Тепр-Баши является принципиальной задачей не только для азербайджанского общества, но и для тех, кто себя считает защитниками культурного наследия, архитектурного наследия. Для тех международных организаций, которые обязаны это выполнять. И остается надеяться, что все-таки совместными усилиями удастся спасти, сохранить часть Тепр-Баши. И это будет, я считаю, большим достижением, если нам это удастся сделать.